Тем временем Брюссель заявляет, новые американские санкции могут затронуть и европейские компании. В Еврокомиссии даже составили перечень проектов, которые могут пострадать. Как собираются реагировать Евросоюз, выясняла Елена Абрамович. Антироссийские санкции Вашингтона становятся антиевропейскими. Брюссель бьет тревогу. От ограничений пострадает 8 проектов, в которых задействованы европейские компании. Ведь штрафы угрожают и предприятиям, которые занимаются не только разработкой новых, но и модернизацией или поддержкой старых проектов, связанных с Россией. То есть затронут санкции не только газопроводы в обходы Украины, Северный поток 1 и 2, но и, например, техническое обслуживание существующих трубопроводов из России в Украину. В течение последней недели Брюссель пытался донести эту информацию до Вашингтона. Мы следим за этим процессом с некоторой озабоченностью, касающейся энергетической независимости ЕС и наших интересов в энергетической безопасности. Мы задействовали все дипломатические каналы, чтобы обратиться по поводу этих опасений к нашим коллегам в США. Для нас единство G7 в вопросе санкций очень важно, как и уважение к выполнению минских соглашений. За выходные миссия ЕС в Вашингтоне все-таки убедила конгрессменов США внести вправки в документ. Например, в новой версии санкции будут касаться проектов доли России, в которых больше трети, а не 10%, как предлагалось ранее. Но пройдет ли голосование, смещенная версия, никто не знает. Чтобы обсудить план, как отреагировать в считанные дни после введения штатами санкций, Еврокомиссия отзывает собрание завтра. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Елена Абрамович, Европейское бюро телеканала Интер.